Закон позволяет передать государственное имущество в виде недвижимости в частные руки. Таким образом, значительно снижается нагрузка на бюджет. Перед каждым управляющим, которому передается объект, ставятся условия. Самое главное – это финансовые вложения. Вся процедура прозрачная, информация об объектах и требованиях доступна в интернете, поэтому каждый может принять участие в тендере. Объект передается в управление двумя путями – с правом выкупа и без него. По исполнению требований к доверительному управляющему, довер управляющий имеет право выкупить объект по рыночной цене по истечении этого срока. Без права, естественно, по завершении срока доверительного управления, по завершении всей программы, этот объект возвращается государству. Один из объектов, который был передан в этом году – стадион «Юность». Новый управляющий обязан создать условия для тренировок и проведения спортивных мероприятий. Обеспечить бесплатный доступ к стадиону детям-инвалидам и инвалидам первой-второй группы. Объект передан на пять лет. За это время нужно капитально отремонтировать здание и заменить коммуникации, а также обновить трибуны. Мы детям-сиротам, детям из многодетных семей, людям с ограниченными возможностями разрешаем у нас бесплатно заниматься один раз в неделю. Из городских школ сейчас дети занимаются. Каждый год это для них было платно, но сейчас, учитывая кризисную ситуацию, мы разрешили заниматься им пока бесплатно. Ледовый дворец спорта был передан в доверительное управление в феврале прошлого года сроком на пять лет. За это время сделано немало. Некоторые помещения были переоборудованы в раздевалке, теперь их стало больше. Появились резиновые дорожки на полах. Также была закуплена ледово-заливочная машина из Финляндии. Скоро будет установлена система очистки воды, чтобы лед был качественным. Кроме этого, на улице появилась открытая ледовая коробка. Ее установка обошлась управляющему почти в 20 миллионов тенге. Мы делаем, в принципе, даже больше, что там и по договору у нас был оговорен, потому что видим, что это действительно нуждается именно в этом исправлении. Все требования договора должны выполняться, поэтому прежде чем взять объект в управление, нужно рассчитать свои силы и финансы. Был такой объект, мы передавали два года тому назад. Это был волейбольный клуб «Жаек», как имущественный комплекс в управлении передали. С 40 на 5 лет. По истечению года управляющий сам отказался от этого объекта, ввиду того, что у него финансовые возможности выполнить эти условия нет. Четвертая поликлиника также находится в доверительном управлении. На стадии передачи – колледж сервиса и новых технологий – издание, где раньше располагалась протезно-ортопедическая мастерская. Сейчас оно аварийное и было передано в доверительное управление на три года с правом выкупа. Новый управляющий намерен изготавливать в нем протезы, чтобы жителям области не приходилось приобретать их в других городах и странах. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Александр Грабарев, Телеканал ТДК-42.